Друзья, привет! От этих слов Роспотребнадзора действительно просто в жилах стынет. Глава Роспотребнадзора проговорилась, сболтнула, так сказать, лишнего. Но это далеко не все, друзья мои. Помимо новостей, я вам сегодня еще расскажу то, что случилось лично в моей семье. И это на тему популярной медицинской процедуры. И, друзья мои, данный ролик действительно будет построен на истории из моей семьи. И у меня немного перевернулось представление о том, что сейчас происходит. И начну я с того, что у моего дедушки случился инсульт. Случился он еще несколько дней назад. И как бы грустно и больно от этого не было, сразу этот факт я у себя в голове как-то даже не стал связывать с чем-то. Первая мысль, ну, возраст и значит, видимо, пришло время. Но после появления некоторой информации, у меня представление несколько изменилось. И в данном случае хочу вам показать, что же сказала глава Роспотребнадзора Нижегородской области. И она рассказала о цели ковидных ограничений в России. И если бы не это ее высказывание, я бы не обратил внимания на некоторые другие нюансы. И послушайте внимательно. Мы можем говорить, что мы видим инфекцию, что она не спряталась, да? Что мы не просто закрыли глаза, как страусы, опустили голову в песок. Что мы вычищаем нашу популяцию, проводим противоэпид мероприятия, изолируем, назначаем и так далее и так далее. Друзья мои, еще раз. Она заявляет, мы вычищаем нашу популяцию. Вычищаем популяцию. А вам ничего это не напоминает? Нет, вычищаем популяцию, зачистки, нет? Никаких ассоциаций. Может быть, она, конечно же, оговорилась. Может быть, она имела в виду другое. Но ту цепочку логических рассуждений, к которым меня привели вот эти ее слова, от которых у меня просто в жилах действительно застыло. Я когда это увидел, я чуть не упал. Потому что если голова Роспотребнадзора говорит о вычищении популяции, а популяция в данном случае это мы с вами, то это не может не наталкивать на мысли. И вот теперь рассказываю свою историю. Все это случилось буквально параллельно. Все это наложилось в одну большую серую массу. И вот знаете, друзья мои, я не верю особо в конспирологию. Не верю в теории заговора, но в данном случае хочу вам показать еще одну новость. Но прежде чем я о ней расскажу, скажу вам следующее. У моего дедушки сахарный диабет. Это действительно так, скрывать здесь абсолютно нечего. И также мой дедушка является абсолютным запутинцем. Телевизор в их доме не выключается и не выключался никогда, сколько я себя помню. И мой дедушка голосует за единую Россию. Да, друзья мои, это факт. Отговорить, убедить или еще что-то, вы сами знаете, практически бесполезно таких людей. И он, как вы понимаете, хотя он является деревенским жителем и очень мало коммуницирует с кем-либо, пошел и сделал вот эту самую медицинскую процедуру. И я вам больше скажу, два месяца назад он сделал ее повторно, то бишь, ревакцинировался. И так как прошло действительно два месяца после этой процедуры, у меня в голове даже не связались эти небольшие факты. Факт того, что случилось и факт того, что он сделал эту процедуру. Но сомнения закрались в тот момент, когда я поговорил с родителями и мне сказали, что в семье-то такого ни у кого не было никогда. Вот сколько поколений было, сколько родители мои знают и бабушки, дедушки, что такого не было. И что это буквально первый случай в семье. И тут же я переписываюсь с одной из своих знакомых, и она мне заявляет, мол, Антон, вот у меня с мамой то же самое случилось. Вот у нее стрельнуло и тоже после процедуры, и у нее тоже был диабет. И я задумался, а не совпадение ли это? И ключевым в данном случае у меня почему-то стало именно слово диабет. Я не знаю, случайность это или не случайность, но наткнулся я вот буквально на следующую новость. В России в срочном порядке нужно привить от ковида подростков из групп риска, заявил инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков. Среди детей из групп риска по ковид он назвал тех, кто имеет лишний вес, а также страдает от сахарного диабета, хронической болезни почек, врожденного порока сердца, бронхиальной астмы. Следующей осенью можно будет рассмотреть вопрос о том, насколько подросткам необходима прививка в широком масштабе. Пока же в первую очередь нужно защитить вакциной не переболевших ребят из групп высокого риска, тех, кому больше всего угрожают тяжелые осложнения коронавируса. Об этом он заявил в интервью Комсомольской правде. И вот этот диагноз сахарный диабет в данном случае, высказывание главы Роспотребнадзора и факт, то два знакомых мне человека, а один из них вообще близкий, член моей семьи, что у них на фоне сахарного диабета и вот этой процедуры случилось подобное, он меня крепко заставил задумываться. О чем это глава Роспотребнадзора говорила? О каком вычищении популяции? И тут же я решил зайти и посмотреть официальную информацию по тому, чем же процедура эта была сделана. В данном случае я зашел в официальный источник stopcoronavirus.rf и решил прочитать основные противопоказания к применению вот этого самого нашего смутника. Так вот, друзья мои, информация официальная, опять же, ничего не придумываю, просто пытаюсь связать для себя факты, почему же так произошло. Так вот, есть основные противопоказания и также есть подпункт, читаем его внимательно, с осторожностью, следует вакцинироваться людям, с хроническими заболеваниями почек, печени, выраженными нарушениями функции эндокринной системы, сахарный диабет, в скобочках, тяжелыми заболеваниями системы кровотворения, эпилепсии, а также при инсультах и других заболеваниях центральной нервной системы, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, первичных и вторичных иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях, заболеваниях легких, астме. И об этом сказано в противопоказаниях к препарату. И я зашел на портал medium.ru спутник.v и увидел еще один крайне интересный пункт, друзья мои, опять же, ничего от себя не придумываю. Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов. Как раз эти группы я и назвал. Также я увидел слово со злокачественными новообразованиями, и об этом я вам тоже позже расскажу. Здесь мы в этом же пункте с осторожностью видим с вами тот же сахарный диабет. Так вот, друзья мои, у меня вопрос. А не совпадение ли это? Вычищение популяции, сахарный диабет, вот эти вот противопоказания, и тот факт, что у нас наша пропаганда говорит о том, что нужно обязательно это делать, но не говорит, и никто об этом не сказал, что нужно сначала прочитать противопоказания, а потом бежать туда и делать эту процедуру. А так и получается, что люди наслушались телевизора, противопоказания не почитали, и несмотря на целый букет буквально заболеваний, бегут и делают это. И почему я обратил внимание на пункт со злокачественными новообразованиями? Вы сами понимаете, в каком я сейчас нахожусь настроении, какое у меня состояние. И тут же буквально при разговоре с родителями я узнаю, что мой дед, который перенес рак, в медицине я не силен, но у него маркеры какие-то были 0-0-0 по нулям, а сейчас у него, опять же после процедуры, он съездил, проверился, и эти самые штучки появились. Опять же, не буду вникать в медицину, в общем, число какое-то 4, что-то около того, или 0-4. Но, друзья мои, опять же, есть противопоказания, и в данном случае, в моей семье, два случая, которые я никак и не могу не связать. И тут же у меня в голове вот эти слова вычищения популяции, и я здесь подумал, ведь эти люди, которых назвали в группе риска, те же диабетики, на них выделяется из бюджета большое количество денег достаточно. Обычный здоровый человек, который платит налоги, в том числе в медицину, в нашу страховую, не бесплатную, но страховую медицину. Большинство людей просто даже за всю жизнь не вычерпывают этих денег, которые у них снимаются. Но что касается диабетиков, я нашел вот какую интересную информацию. Оказывается, за год, если следовать данным из открытых источников, государство может тратить около 50 тысяч рублей на одного человека, на одного диабетика, соответственно. Это в том числе уколы инсулина, это в том числе тест-полоски и так далее. Опять же, считал не я, эту информацию вы можете найти, она в свободном доступе, я вот о чем подумал. Вычищение популяции, слишком дорогое содержание диабетиков, противопоказания, но в то же время никто об этом не говорит. Друзья мои, на какие мысли меня это должно наталкивать? Скажите мне, пожалуйста. Мысль, которая сразу же меня посетила действительно, это кто-то просто хочет, можно так сказать, отделавшись малой кровью, почистить те ячейки, которые высасывают максимальное количество ресурсов. И опять же, друзья мои, в данном случае я вам что хочу сказать. Как я узнал, в России оказывается около 9 миллионов диабетиков. 9 миллионов человек, на каждого из которых вот может тратиться около 50 тысяч в год. Как вы думаете, особо это желательная ячейка для бюджета или все же нет? И никакого конкретного вывода я сейчас делать не буду. Вы можете об этом подумать сами. На домашнее изучение, так сказать. Но я вам назвал противопоказания официальные. И еще раз, еще раз сакцентирую внимание на том, что назвал вот этот самый Евгений Тимаков группами риска. Среди детей из группы риска те, кто имеет лишний вес, сахарный диабет, хронические болезни почек, врожденный порог сердца, бронхиальная астма. И, друзья мои, единственное, что я сейчас скажу. Если вы решили сделать эту процедуру, открываете полный перечень побочек, полный перечень противопоказаний, сверяете свое здоровье с этим перечнем, а лучше сначала идете и обследуетесь. И только потом идете и делаете. Отговаривать я никого не буду. Это дело ваше. И честно вам сказать, я до последнего верил, что мою семью это не коснется. Но, увы. Но в то же время Гинсбург что заявляет? Он очень жестко высказался о родителях, которые не желают своих детей подвергать вот этой самой процедуре. Ну а как быть, если сами родители не хотят прививаться и уж тем более говорят ребенка, мы его вообще не трогаем. Вот понимаете, если они любят своего ребенка, то они по отношению к нему совершают просто преступление. Поэтому они еще раз должны задуматься о судьбе своей и своих детей и своих окружающих. Вон он вот как. Оказывается, те родители, кто не хочет, чтобы с его ребенком происходило подобное, оказывается, они теперь преступники. Понимаете, какое желание огромное вот этих людей типа Гинсбурга спасти просто всех, спасти. Но вот почему-то в Роспотребнадзоре Нижегородской области считают по-другому. И знаете, друзья мои, если честно, хотел вам много еще всего рассказать, но, к сожалению, настроение больше не позволяет. Увидимся завтра, подписывайтесь на канал, завтра вас ждет также много всего интересного. Извините сегодня за такой достаточно сумбурный и неформатный для канала ролик, но не рассказать я вам этого просто не мог. А выводы, друзья мои, делайте сами. С вами были новости с Антоном Хардиным и я не прощаюсь.